по поводу всех игр и так далее у меня много вопросов но я как бы естественно ничего не переживай ничего не спрашиваю мне по поводу свои игры чисто просто хотел сыграть от души знаете доказать 5 человека 105 анальную дырку будет твою фсб шить кого ищется блять спасибо ребят всем спасибо большое не солоку не тоже турнирным досмотрим я я на 20 поставил 10 1000 феникс в эту хуйню вели тебя или чё или сада от роля пугну забираем нет саша кая да саша кая тоже либо тролль клок михау эти герои точно осталось 5 секунд потому что перед фениксом у тебя стрелем просто лайн хозяина пугана тоже здесь нет я говорю или то или то строе то же самое говорил да острые опытные просто он здесь они не стране травоман они вообще не прогибаются про то что им говорят они вообще берут никсана мид с догоном и кайфуют она возьми тролля пока возьми тролля может свапнемся я на рубики сыграл не я на рубики хочу играть здесь не падла играть на пугину давай за роллером не я делал ступался до лов никуя спасибо ребят спасибо всем ладно можно ролить фервиан выиграл ты проиграл да матч ролить я уже в роли узнать я уже кинулась она возьми меня просто на лиону члена от кого не могу взять забери путь противника выбирать керосе что я на кобуре могу выкатить там сам походу чем на беречь оба загрась нормально у меня было нар есть на такой случай вы бешевая линия на баланаре всех вы помнющим похуй на баланарах у его фениксона стоит яйцо типа он же на него садится может типа на также работать очень рада нас там бит парни в этом рафа короче ставят эмбера я на города эмбера в ботик реально надо эмбер брать вытезает датал мид может быть да какой-то чернами о блять гол эмберт эмбера игра охуенно смешно и рам просто сегодня все читаю все вижу движение пошло на короче я импер спирит этого турнира я рот ваш ебал блять ебучие организаторы банера вот это банера занимаемся до темнее его плана будешь сидеть просить микрозаймы нахуй тише 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 вова тебя не уволимся нормально я договорюсь подберем с улицы раз какого хуя у меня только эмбер где все герои в драфте окна мид будет просто вышку тебя вставать опять 30 вилку девочки пропустили я говорю что там 30 ты тут был на пиках я нам банят женщине героев и сыграет реально мы джентльмены а фокуса все очко ослужилась так что даже поля да я боюсь я не не нравится користику турнир но на здоровье с бокам здоровье разок он не что им это факт все слышно человек говорит мне не нравится когда меня ебет женщина блять это пиздобол понимаете даже учитывая то что я дал агоним если никого не спас вот мне что за еще обидно я бы хоть почувствовал дымбак что он выживает под агонимом меняется хп и мы такими типа блять их заебись но у меня груз мы идем без мета и без формы дракона на герыча с рапирой все умираем я ему даю два ульта дают ульт дракону все мульты дал и все равно все сдохли я просто я блин плевал на царе не были я не буду мой спирт поставьте мне не станете могут подниматься я не нужны варды понимаешь в отличие от тебя я вижу все я карту читаю и потом знаешь что ты все ровно сыграть ты даже не видишь кому дать ты же можешь ну типа блять все надо хабер находит заранее тогда у меня был на все станешь сюда ебан ворот еще раз вот не возьмешь и буду рисует подъем что мой мой поставить он ебанутый не нужно бояться тьмы не ищу на всех них людей ломать настроить я больше не пойду никуда у меня хук на улице а по хуй может перестать ныть знаете почему я молоток там купил потому что я вспомнил слова из прошлого нахер не нужны бои покупайте и подумал такой ну ладно беру сейчас бкб уже мне там до бкб 200 монет стало чел в донате который мы слушать не будем конечно пишет у меня самый низкий networds и коров вы проиграли не загонимо а потому что ты не понимаешь что тебе нужен фарм на 3 и позиции гуляру спасибо большое спасибо большое за настроение что тарелочку беру подойдем слепые люди тоже наш стримы смотрят иду на встречу своей судьбе иду на встречу своей судьбе летишь птичка ебану на я просто ебану разбиваю там биг забанен он с надо вместе сказать свечку даю птичку пламя освещает мой как она и хватило мне ты можешь сказать это берем да своих врагов ждет нас впереди буря шоу пламя пресса билл уходи вторая путь в гармонии термина да маленький пирож пошел движет мной я не даю ее добивать чтоб она за это уже понимаю я думаю ты добьешь у меня грандиозные планы я разбочусь надо лайн я разбочусь надо лайн надо было запущение запрати потом они забушили они не заберут так на чаду не надо что ты забрал просто вот и на то что нормально стики нужны да я крепал сагран боясь не идет исправляет всех нужны стекули она передана его да немного а нет ровно да там дороги будьте я у них появился смолот одинарный надо ранджат узнать я выведу угнамис не у меня в тысячи минь не у меня в тысячи минь самый лучший учителем не кд поджигай его если подходит гоу 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 он умер и мир комфортный герой наверно но много ответственность на нем тоже как на стримере мне кажется ты обязан был шар дуке раз мне еще не кажется спросил людей 13000 мэр чем не купить мне сказали купил я не хочу ебало ему просто дать кому я что обязан я не стану могу могу агрожать можешь на рейда но только аккуратнее медвести надо я на пятую могу и не встанет короля у вас и будет еще нет я в один вису нападают зачем мне шарат я не особо понимаю но не важно я хочу простакать может без прыжка я добил на всякий я добил на всякий ну там одинарный я остатную тройку с птицами сейчас без полета можно выебать аккуратно фокус есть так да не ну омник не сигнатурка но там троек то особо не было взяли чё взяли я обновлю линия у нас ошибся умирает окну по крипам устроя нормально не резко ну пугайся тоже балдежно чувствует не отказывайся от золота там разогнано бесс аккуратно и 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 ce и и и и и и и и мне честно говоря лень просто все объяснять мы же ну типа мы же играли это на стрим все и как просишь сериал тебе пересказать эти по 2 серии 2 серии только что показали по телевизору а ты пришел и просишь все пересказать потому что не понимаешь какой-то причине слушай на дядя что дает шар да не поем не дает по товарам стрелять по которому я ни разу из-за игру не вот так откровенно шат лагер аганим то можно было кирасу нам просто своим просто на кираса очень классная типа кираса владимир если в команде есть если еще и шива какая-нибудь есть там интересно как на эмире игра сложится стрелять тоже сказал что он был в рон собраться на понятное дело мне еще и предлагали это вообще пиздец я не знаю я при всем уважении к игрокам и к их опыту но мне кажется они просто настолько не играют на других позициях когда мне предложили первым и там на омнике сделать просто блинк я вообще хуил ну вот я как бы ну если бы я играл в паблик я бы сказал ты ебану ты что я бы телу в микрофон голове замьютил бы его я просто но я я не знаю ребят не не хочу но у меня об я в дуто вообще не играю но там зевс я тройка я первым и там он беру блинк и чё я делаю по игре просто как болванчик бегаю за челом но в принципе так и получилось но здорово заебись тоже на магнусе я просто просто тоже никаких предметов не делают делаем она бутся и бегу кидаем по всю игру ну ахуенно ну не знаю я про я говорю я просто для себя и понял что нахер от тройку будет следующий турнир будет к ндм у меня в команде пусть ему колят брать просто первым блинк на омнике я прям видно как этот омник с фейдами без шарда без сабли просто вот одного крипа вот теребит в лесу на 20 минуте чтобы добить блинк наконец не знаю я просто ну я бы хотел глянуть на игру чтобы какой-нибудь задрот так сыграл что выброс посмотрел просто посмотрел как как ну как у тройка берет типа первым это мама на омнике блинк и в такой игре что он делает вот прям в этой игре что вот и что что происходит другой стороны мне как бы неудобно грида какой блин там да понятно дело человек с им опытом хочет подсказать что я не знаю человек поэтому как бы установка заранее просто сыграю от души как будет хорошо так скажем мне и в итоге ван она как бы универсальная чтобы знаете не было споров а просто ну по факту на блинке скил нужно и чувство темпа да 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 скил чувство темпа чувство доджи ульты дипса перед каждым файтом и в принципе прыгнуть и дать один бесполезный спел герои который все равно умрет нас позиционка в предпоследнем файте видели какая была когда на миде до подрались там просто ну типа в центр как-то зашел герой берешь шар ты блинк на 15 и ваншот сапа я знаю спасибо крой dota 2 про трекер зачем блять зачем я не понимаю зачем мне его открывать я знаю как играет на этом герое я 10 или 15 минут распинался о том как я бы сыграл причем тут зачем играть про трекер выбрать стрим только что открыли или чё или вы троллите из троллите то хорошо получается блинк не берется скорее все против зевса потому что юзла с говно но обычно берется до берешь шар берет блинк саблю прыгаешь просто разбиваешь лицо байну разбиваюсь лицо это в итоге ульт байна должны нажать в тебя не в тирал блейдом я видел там всякие челики псевдоэксперты наши старенькие коню пишут всякую по типу того что ну ты же не один пойти будешь так естественно блять и мои темы это будут пойти если как бы я лечу просто как быдло на герыча на венгу на кого угодно в меня с пылы нажмут не нажмут в т.б. не нажмут в д.к. и так далее это есть командная игра там настюха что-то настюхи живот еще заболел что-то горит сильно я что-то тоже немного в тильте не знаю за чего бразильский мальчик называется песня так опиши на блин не сам я коль не хочу ребят да не почему мучения турик нормальный турик прикольно сыграли прикольный контента завезли крыс вычислили крыс защищающих крыс вычислили нормальный вообще контента я идти просто инфоповодов новостей на cyber sports это просто жесть на тройке я страдал но это хардли не напомню что на прошлом турнире когда владимир шаргород стоял на тройке когда я просил обузить руны подконтроливать гудка руны помогать на мид может рефилить ботал и так далее мне сказали что ну типа если мы будем помогать на миду то у нашей тройке не будет игры и типа мне ни в одной игре никто ни разу не помог на миде нанимают на этом а стоял куда лучше чем просто суть что сезона хекс охуительно отыграл исходя из того что не твоя роль плюс а но это блять а точно причина данного хорошего настроения не рофал спасибо большое да я даже серьезно не воспринимаю понятное дело там нормальные игры были последние особенно первое это вообще жесть я даже вообще не понял куда я попал и что будет происходить я думал мы же там друг друга получше поняли просто последнем играть я просто подумал что мы будем стоять пиздится на линии я такой мне пангольера норм да то как у нас игра шла там надо было вообще иначе герой выбирать и игру устроить дк тоже я сдох первый раз на первой игре то мне говорят зайди дай станы давай пиздить его на первом левеле я захожу даю стану умираю нормально короче надо больше самостоятельности больше больше уверенности в себе так скажем важно забирай мне не судьба актив заберешь заберешь мудрость они хорошие игровые могли вообще очень близки были побед он стрейблин на мидере стоит качают линию покачают сейчас стаки спокойненько денежки всегда есть была интрига в конце концов мы даже на бэт бум были поварить витами коэффициент на нас был один что-то сколько-то там за три дозу не планируешь нет нет не планирую а зачем стримы по доте очень токсичные в чате тонна псевдоэксперт понимаете не кайфу стримить если бы это были скилловые игроки которые конечно же обычно в чатку не не пишут никогда они все понимают как бы все равно бы если бы они писали на все такое но то никак стриме короче любит чат пока дочитать я не увидел анимацию я тоже я тоже не увидел у меня пахает сбг мне предлагали ребят но я ну мне предлагали пока меньше но я отказался и так получилось что не зря потому что не знаю не особо кайфовал бы я наверно там на комментариях после всего происшедшего не нужно там последний игру нас нормально пошли мое мнение что на тройке ты должен играть как на тройке они думают что ты типа и покупать варды ставить их всю игру последний грыжок мама последние три игры мы все нормально сыграли с ним взрослой стороны линия полегче было да то есть там стоял не 20000 ммр игроки а примерно там 13 это сильно большая разница очень большая разница да я успел единственная река успел бога него спасти вчера будешь покери тебя поимел это разве по мамам было ничего что-то пищу за чувствуешь они есть ребята пиковый туз был же бубовые смысле всегда пиковый был обращается в доте ранения я спросил просто человек каким-то странным образом пытался меня оскорбить я просто просила и потому что даже понять не имею о чем он возможно перепутал ну блин вот я прям кайфую поеду на минимум просто ну вот игра мидера овощи бегают фармит я хозяй как ты держишься тут 90 процентов мнений и советов по доте рафлан гибала даже чат читать тяжко 9 к мусор спасибо большое но у меня опыт большое стримерство и в том числе стримил доту как бы не до конца но привыкаешь и даже самое смешное что в принципе советы не нужны их никто не спрашивает а тут еще и такое да ты просто читаешь и волосы дыбом 15 минут распинаешься о том что я просто сыграл так как меня попросила команда я не при этом не обвиняю нет просто мне не понравилось билд не понравилось потому что показал что у меня спрашивают отчеты не собрался по про трекеру моменте где я разве не нажал и я разве не нажал на vr q force кто-то клик делали дожди кстати я вот не понял я промазал да поэтому мне казалось я нажал очень не достал фея мид завтра огонь не нажать мне показался кликнул я видимо кликнул и сразу сбил видимо кликнул и сразу сбил он видите я поехал вот я поехал а я не успел просто вот у меня range атаки но да я просто не достал заранее я просто в голове я в голове нажала она просто там бы не спасло марина дистра дистратора ну да но я просто сам типа у меня в голове куда его нажал нужно больше времени упугнул надо убивать нам удается бы не убьем ничего не дал но видите просили дать force не дал бы не дал надо было дать у нас как там с заходом на хэгэ до заметили что мы почти все игры просто слили по сути на хэгэ заходя могли бежать один данный момент изговор чем не нужно выяснилось голова ч не умеет признать своих ошибок и если дело касается его то как вы можете это терпеть все же ради это нечестно по отношению к зрителям а если это касается его с другой стороны то типа все клоуны и в принципе просто завидуют но это странная позиция инфантильная очень но там наверняка какие-то новые оправдания того о том что вот эти еще два аккаунта с 9000 мм это но это раньше у семена вот четыре месяца назад он играл на чем на 9000 а сейчас он подслился до шести наверно вот такая отмазка будет мне кстати поверят опять но как бы мне посрать у меня как с моим зрителям 90 процентов это объяснять не надо у меня у меня у меня кент у меня ощущением старый бегать тима жарит он мидер он должен он должен много фармить должен фармить свои предметы даже сейчас не ответили что на них 9000 поэтому карта вы там еще много приколюх пропустили могу еще чинить слушай я специально бегал спасибо что карта прикольная я специально бегал на ней искал но не смог наверное эти на факту хотели наебать оргов да не оргов тайной бать легко ребят орги не подозреваю тебя ни в чем изначально они думают что они тебя зовут и что ты как обычный нормальный человек пойдешь честно играть их турнир они и зрители и других противников своих один сморф пули другой не не 9к ну понял 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 два аккаунта один сморф пули один не 9к но однако на прошлый турнир и человек заявлялся как 9к ну ладно понятно это просто с ума сойти нас насколько насколько надо быть знаете у тебя рот в говне тебе говорят ты ел говно от а ты стоишь как где ребенок маленький нет не я это не я ел и типа вот взрослые люди на тебя смотрят и думают ну какой милый мальчик мал маленький еще просто глупенький окей объясни пожалуйста почему ты решил убить во второй игре трех волчат в боте 100 монет действительно были важнее бараков да я даже не успел убить не я я бежал тот момент если полностью я бежал за ребятами я бежал за ребятами после чего мне помигал ярик и горит типа отпушивай отпушивай тут крипов а я стоял прям вот здесь во вот здесь я такой начал плевать в крипов начал в них стрелять и просто решил выстрелить пару раз волков вот но при этом я говорю опять же это мне как бы так скажем так называемый пиздеж под руку я-то бежал за ними в этот момент а помните я просто бежал за ними мне было поебать на всех крипов но мне тут поступила информация я как бы расчета моменте переключился и там бах байбек и туда-сюда обычная дефолтная ошибка и объясни почему визит ну спасибо за 200 брать брата на 10 объясню чего вы пойми посмотри как он передвигается по карте это тебе не хватало борта но он на 4 позиции играют спасибо большое если ты хочешь посмотреть чтобы я смотрел передвижение то допустим передвижение мидера ближе игре на тройке чем передвижение четверки которая должна за корами ходить и играть вот ситуация не от фарма плюс они играют игру который не ебут если что что тоже немного меняю о ебать там стан о почти ем и у гудвина нет никаких 8000 рейта это очевидно на 5 500 вполне вполне похоже обидно что челы не признаются вместо этого челы запускает стрим с оскорблениями и кривляними в сторону сами ахомики 15 лет не хихикует и хава чем это правда объяснение дадут лишь бы похихикать а мне мне вчера скидывали вот я его не стал смотреть а сегодня он мне фиде попался я открыл первую минуту и там первые же минуты были что никс балуется в анал типа от этого чела я не знаю максимально мерзкий чел обосравшийся прилюдно и вот первое что от него слышу что кто-то там балуется в анал ну работать на свою аудиторию просто кусок говна ну так вот если по факту и правильно делает потому что аудитория что сладенько это все хавает он на нее продолжает работать то есть вы его не обвиняйте в том что по сути он делать не должен зачем ему оправдываться отвечать на реальные какие-то претензии если у него ну как бы аудитории именно то что нужно он ей дает он именно это ей дает то есть зачем ему оправдываться зачем ему перед какой-то другой аудитории выглядеть адекватно человек выглядит адекватно в скобочках прикольно я прикольный для чё ты сань там болеть в анал балуешься в пиздец просто человек выглядит для своей аудитории типа так как она хочет и по факту он прав он делает бабки на свою аудиторию он сыт и в уши и так и делают каждый стримеры я в том числе и саня никс у нас есть свои образы где-то правда где-то чуть выдумка и мы со своей аудитории так как у нас вот выстроена так мы общаемся он общается так нахуя ему типа перетягиваете какую-то адекватную аудиторию зачем ему это адекватная аудитория нужна какая-то которая с первой секунды поймет не понимаю человек который рофлят над ним но понимает что он тут естественно обосрался а есть же которые действительно там что-то защищают и говорят что там никс виноват и так далее что никс крыса блин настучал охренеть блин прикольно вот особенно прикольно если никс бы был в курсе будучи амбассадором бэт бум им бы не сказал под про подставные матчи у них же на лиге типа вот классный партнер так сказать был бы причем я не знаю какой партнеру вот этого человека но насколько понял не бэт бум да то есть ну окей ладно мы адекватно вот викторию у всех а не всех она в меру адекватная но когда люди откровенную куню несут они надстрелены явно не на нее так скажем мы прострали драку я напомню я стал на 20 за и про убийцы тяжело я вырубил сразу после этого момента если чё я понял оправдание буду я даже в детстве я помню в детстве тут же опять же я вот детстве смотрел например условно там типа держа боляга макс сто пятьсот и мне блять пиздец это смешным казалось и на тот момент это действительно было смешно для меня я чуть подрос и у меня такой негатив к максу сто пятьсот потому что я смотрел его интервью думаю ёбаный рот типа я вот этого человека смотрел и смеялся чё он несет чё он вообще как себя ведет это вообще не моё и тут то же самое у тебя просто в силу возраста в силу какого-то своего определенного развития я не говорю что кто-то недоразвит нет он может быть переразвит уже он уже наоборот все познал как идущий к реке и просто кайфует от такого контента ему не нужно неважно просто в силу обстоятельств которых вот так сложилось что человек находится в этой данной точке ему это по кайфу и он не обязательно какой-то тупой кривой там или неадекватный как я назвал когда мы говорим адекватный вопрос через свою призму свое восприятие называем адекватным а чужое неадекватным это нормально абсолютно понятное дело что какой-то там сосед-алкаш который пиздит жену за измену блять голыми кулаками ты подумаешь блять что за неадекватная парочка а у них блять в деревне это новое он подумает за ебла на что я должен был схавать типа и вы оба по-своему правы так скажем да но вы в оба вы живете в разных мирах и все в целом ну как бы окей человек работает на свою аудиторию все красавчики работаю на свою вы думаете я не могу кривляться видосики смотреть блять или там какие-то аукционы или казино запускали еще что нет мы все как-то вот у нас что-то комфорт какой-то есть мы в нем все варимся живем занимаясь своими делами поэтому к чему это все к тому что ему может и не надо оправдаться он может вообще все правильно делает он сейчас хайпанет у него зрители по прибавится побольше ему вообще нахуй она не надо типа какую-то как-то как мы говорим типа надо было подрубить и сказать да мужики извините это мой друг ебать у него 8000 постоянно со мной играет ну блять мы хотели вместе поиграть но соль извините пожалуйста всем вот и нахуй это надо ему да он сидит думаю зачем мне это надо лучше покривляюсь типа у меня будет больше зрителей с оба суров 5 кончила зачем зачем ему вот так делать это не нужно ему это ничто не даст ему может даже турнир не кинуто и делают инфо повод с тримов нс пересмотрел братан я доту вообще не смотрю похоже ты пересмотрел это как говорит что там не знаю мог где а вот как что людмурик зря нюхала трусы с черкашами типа неадекватно ебать они работают на свою аудиторию захотела понюхала за это ей там 5000 за донатик это их аудиторию работы все но при этом нас тоже нельзя винить за то что мы высказываем свою позицию которая нам кажется адекватно и типа мне кажется вот я вот вижу это так все сказал сказал всем прибыль кто какие-то фрикис я думал мопса дядя пса назвать или людмурик просто убейте феникса и мы играм любовь от ямка радостный кекс такие так радостные мне чего грустить у нас в дороге спалит у меня в 3 гига хорошо единственно ребят если что меня расстроило то что насти живот заболел все остальное у меня еще подстраиваться если вы думаете что мне не посрать у меня плохо знаете еще раз ребят кто не в курсе посмотрите начало стрима ярика сегодня которую он запустил без надежды если вам что-то еще непонятно не на миде пугна пугнами крутишь пошел спиннер с алиэкспресса прикольную первый раз такая штука тоже заказали с вами на этом на алиэкспрессе какой-то спиннер решил попробовать ни разу не был не знаю даже не понимают зачем это мне надо походу минут десять тысяч до биться на бог супер собрался я не могу пить я в рапторе я считаю что герой вообще кроссовая рит кентавр за мной бежит ребят я пытаюсь выжить не уехал плюс ука солевой их разъебали старые настолько сильнее убийца мне казалось играл я поставил на 20 надо обратно турнир будешь еще играть меня звали турнир по другой игре ребят я отказался потому что я подумал что там не весело будет играть там формат что один стример и остальные киберспортсмены мне показался формат не прикольный абсолютно я не знаю человек я я на поставил сделал ставку опять просрал я не знаю но еще не просрал но выглядит вообще без шанса отчета они не могут не забурстить никого под яйцо у них много всего джем джем а плюс 200 извините кекс привет ты на 8 минуте в третьей игре не добил крипа а уисе и пожалуйста подробные разбери момент подробнее спасибо разберем разберем извини доната отключал сейчас включу включил посмотрел оправдание ростико по этой ситуации он начал кидать стрелки на дорогих мол дайги обманывают и их надо ловить да 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 он сказал какая разница вся аргументация была оскорбление как поймали за жопу просто какая разница у других тоже и так далее но вот его да я понимаю это обидно вот мне 27 а я Я себя чувствую, как мой дед и бабулька, которые мне говорили, что я потерянное поколение. У меня сейчас такое же ощущение было насчет хомяков. Да это что, поколение потерянное, это нормально, это все такие. Ты Ростика куском говна назвал или мне показалось? Ты называешь всех, кто пытается разобраться глупыми детьми, но сам даже не послушал аргументацию Ростика, как с его стороны выглядит ситуация. Ребенок. Как скажешь, только один ты послушал, остальные никто не слушает, только ты все знаешь. Больше никто не слушал, спасибо за 200. Человек с никнеймом за май. Мы просто даже киндалер так один прыгать, меня далеко, может тоже убивать. Слушайте, я вот, вот, если мне когда-нибудь на турнире предложат играть за Ember Spirit, я просто хейтер этого героя. Это герой просто не наносит урона, я не знаю. Надо настолько быть крутым игроком на этом герое, чтобы что-то делать. У Стрея вроде все нормально. У Стрея есть фарм. У Стрея есть игра. Ну, просто герой, ну типа ничего не делает. Ну, он типа, он как Шторм Спирит. Но Шторм Спирит, купив по-разному, может убить саппорта, а на 25-м становится ебанутым героем. И Ember Spirit как будто такой же, он может поймать героя, но убить он его не может. И типа, ничего сделать не может. Он просто такой, как будто, такой, просто подцепить кого-то. Блядь, какой-то, вообще не люблю, типа. Вообще, не люблю Ember, а что-то проще хейтерову. Баннерская, да, передвинуть сейчас, ребят. Стояние, что ему делать на карте. Да нет, это герой, в принципе, стоит тут ни при чем. В смысле, он все понимает, он фармит. Он фармит и проигрывает все драки. Поэтому у него по фарму отставание на 2000. Потому что, если бы он выиграл драки, у него бы было 20 тысяч с чем-то. Вот и все, все правильно он делает, что он не так делает. Не послушал аргументацию Ростика, тем временем аргументация. Она у писка пенис хуй зубы вбью, эф кто это поешь мясо. Ну, чел, чел хайпит, для своей аудитории работает. Все нормально. Ребят, интернет не помнит зашкваров никаких, не переживайте. Все медиа-личности зачастую умирают своей смертью, как медиа-личность. Нет такого, что кто-то попался и его тут же все заигнорили. Как такие, бля, всем зрителям посрать вообще. Че стример делает? Им важно, чтобы он им давал то, что он обычно дает. Их повседневный контент. Условно говоря, ты там снимаешь киншорцы там, типа, или тиктоки. Все. Вообще не важно, что ты еще делаешь. Вот че угодно можешь делать. Че уж говорить, что даже наркошопы люди рекламят, типа, и зрители это хавают. Им вообще посрать. Они потом, типа, угорают. Ха, круто. А, просто не зрелые, ну, типа, на мой взгляд, типа, когда люди с этого, типа, ловят прикол. Ну, просто не зрелые, дай бог им вырасти и задоджить это все. И чтобы их дети не попались в таком уже долбоебу, как их лидер мнений. И не подсели. То есть, ну, не знаю, тут... Короче, соседа жизни учить не надо. Просто живешь свою жизнь. Да, мне не можно, как бы, свое выразить. Недовольная. Но по факту, главное, чтобы тут, знаете, где-то мимо прошло и все. В итоге трое дохли. Блин, чуваки, минут 10 тысяча пять. Как вам? Ну, что я, бездарь. Как мне ставить? Вообще, я, ну, могу, типа, выиграть? 40 секунд для меня. В смысле, бездарь, считает прикол рождественной не для всех. Да, как и все. Как и вся эта огромная масса людей считает эти приколы не для всех. Да пофигу, надо воспитывать своих друзей, свою семью, а все остальное, дай бог, тебя пронесет просто. Люди, которые другое мировоззрение, отношение ко всему, к законам, зашкваром. Я для себя всегда думаю, что главное, чтобы, ну, типа, все это мимо прошло. Ой, блин, плохо по таймингу дал, бкб не нажал. Пробую. Ну, давай, давай, тролляка, еби. Все, гига, минус 10 тысяч. Отличная, конечно, реклама ставок, ребят, просто. Я выиграл одну, да, по-моему? А, нет, две. Я выиграл на Бэтбум поставив. И, короче, а, ну что я туплю-то, я показать же могу. Просто, смотрите. Куман, а, подожди, Куман Гудвин поставил на Кумана. Куман затащил. Убийца Нубов Стрей, прошлую. Прошлую я выиграл. А все остальные... А, и вот на Бэтбум как раз-то. Да, да, да. Это на победителя Мажора я по приколу поставил на Бэтбум. Все, проигрыш, проигрыш, опять на Бэтбум тут. Проигрыш, 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 проигрыш. Статистика отвратительная, конечно. Опять Убийца Нубов Стрей. На прошлом турнире, походу, жилили, нифигасе, да, 24 января, забавно. Мне так не нравится. Забавно, у меня одна и та же ставка, всегда на Стрей. Типа, либо Эмбер должен, либо Рубик, точно почти. Я толкаю, Митси, да. Да, у нас по КД, если что, в Тавере, пачка по КД, в Тавере. В смысле, Бездер на Стрей, он сыграл на свой уровень. Он сделал, хорошо, у него герой был такой, который нормально все было. Попробуй поставить в лайве. Ты же можешь смотреть, как развивается игра и понять синергию героев и все такое. Тут Сикер и Феникс закрыли тролли, например. А ставки при ФМ ошибка как будто. Да мне это неинтересно. Мне интересно на чиле. То есть я поставил и сижу, просто смотрю. В лайве это больше для таких уже заядлых фанатов. Нет, в твоей работе я не показался там. Сейчас букмекеры выплаты выплачивают или просят паспорт. Естественно, просят паспорт, потому что ни один лицензионный букмекер никогда не выплатит деньги, непонятно кому, непонятно за что и так далее. Естественно, я еще в 2008 году, когда регистрировался на Покер Старс, я скидывал свой паспорт. Почему-то люди думают, что это какая-то выдуманная причина, не выплачивайте им. Ты просто паспорт свой скинь. Либо иди ставь на нелицензионные какие-то конторы, где всем поебать кто ты и тебя заскармят и на здоровье. Если ты ходишь в официальных нормальных местах, таких как Бэтбум, естественно, ты должен подтверждать свою личность. И свою личность должна проверять службу безопасности. В 2008 году регистр на Покер Старс я все паспорта, все отправлял. Причем я рассказывал историю, я сначала отправлял паспорта бабушке, потом отправлял паспорт одноклассника, и потом мне исполнилось 18, и я уже на себя зарегался, и уже нормально все было. В один момент мне спустя лет пять позвонили, сказали, здравствуйте, Эльдар. Я такой, типа, а я что-то как будто сразу понял. Я такой, да, потому что я понимаю, что на Эльдара регался. Они такие, мы звоним, чтобы подтвердить вашу личность. Я такой, ооо. Я такой, да, это я, типа. Там был какой-то разговор короткий, но ничего интересного, я его не запомнилась. Бабушка не была против. Нет, я говорю, дай паспорт, не надо зарегаться, она дала, и все. Тогда тоже надо было подтвердить, что пойти на Покер Стареджи сначала, что тебе есть 18, чтобы тебе дали 50 долларов бесплатно. И потом уже на самом Покеруме, если ты выводишь, да, то есть депать, естественно, ты можешь, это лишнее, да. Когда человек хочет прямо здесь сейчас поиграть, его, естественно, останавливать паспортом, это глупость. А когда, если он поиграл, выиграл, то да, тут уже надо, естественно, подтвердить все. Кто думает, что человек должен заранее, типа, при депе, ну, прикольно, да. Продал бабушкин паспорт до 50 долларов. По сути, этот паспорт дал мне будущее, в котором я сейчас нахожусь. Это игра в Покер, это развитие в эту сторону, это то, где я сейчас, и меня это очень устраивает. Я бы даже сказал, я очень счастлив, и это здорово. Сейчас кажется, что в любой вселенной я бы был счастлив, если бы дошел до того состояния головы. Но, блин, насколько же разные это жизни были, и тебе кажется, ну, блин. Может быть, ну, как я мог быть счастлив, если бы у меня не было сейчас того, что у меня есть. Тех людей, которые рядом, блин, не знаю. Выглядит сомнительно, но наверняка так бы и было. Жизнь, что штука в этом плане простая, да? Имеем то, что имеем, а... Мне кажется, другого мы и не могли бы иметь. Привет, Кирюх. Спасибо за рекламу, ставок. Я ставлю равно наоборот, как ты отмайковал в приватном телеграм-канале. Вот, возвращаю комиссию без трех нулей, как и договаривались. Спасибо большое. Поздравляю. Просто типа, у нас герой дерьма ебучего. Ладно, я пока подбьютился, но не знаю, я на Эмбери отыграл очень хорошо. Как переставить в Доте в философии жизни? А мы давно обсуждаем с этой грязной ситуацией, в которой виноватые так и не сознались. Плюс он гостит, динает крипов. И когда ты в госте, ты жмешь цисты, они наносят ноль урона, потому что ты в госте, типа, бить не можешь. То есть я стоял против контрпика, я отстоял ровно. При этом 4-0 бегал, блядь, сплитил пачки. То есть все было вообще... У меня была охуенная игра, вот 4-0. Потом пошли тимфайты, которые мы все въебывали. Но я не знаю, я, типа, делал максимум в тимфайтах, вот что мог мой герой. То есть, типа, блядь, я бил яйцо вместе с Аксом. Мы 3 раза яйцо захуярили. Потом я прыгал на пугну с мейдж-слейвером, хуярил ее. Но тут мейдж-слейвер сомнительная шмотка, потому что пугна он ноль урона наносил с магией. Он обычно всасывал в тиммейта и хилил его. То есть он там, с точки зрения дэмэджа, я немного видел, чтобы пугна сосала, ну, кроме стадии лейнинга на миде, чтобы она сосала у героя. То есть и просто, типа, блядь, ноль урона персонаж, и ты бегаешь, там, ну, блядь, я впитал... Их наказали, да, это не наказание, да. То есть, ну, по-моему... Кикс турнира это не наказание, это просто инфоповод, на котором заработают они больше. Это награда для них. Что в игре не влияло, потому что у меня вся команда умерла. Для людей, которые избрали путь, грязный путь такой, это только плюс. Ну, я про конкретных людей, а не про всех участников команды, конечно. Да, я видел эксцентрик на 2 секунды или на 3, там, полиморф на героя. Это может заиграть, а смаз-40 может поиграть. А как наказать, да, прийти к счастью в будущих турнирах? Да, на свои ивенты закрыть вход. Верно. Тому, кто оправдывал и тому, кто это сделал. Вообще, это было бы самым правильным. Такая, хуня, нормально. Бест оф три, ребят. Да, первую проебали, едем дальше. Первую проебали, едем дальше. Так, я тут. О, за свет, там ярче видно. Очередь противника. Запрещать героя. Мипа, снайпер. Наконец, шекер есть. Ёбаный в рот. Мама, мия, синий. ДК точно забанят? Ганс, батеров у нас есть. Есть. Есть у нас снайпер. Пуд, 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 пуд. Я на тимбере, я на тимбере ебашусь просто. Дарксира, гол забаним. Чего? Шел, 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 топ-4 на ДС, Апл, да? Очередь противника запрещать героя. Лондроид еще у него есть, даунбрейкер и ДК. Ну, Лондроид, думаю, сует нахуй пригубить. Да, можно. Да, тут много героев, да, это хорошая игра. Там, где Назаврик, надеюсь, будет на реке через Канду первым слотом. Я просто... Осталось 5 секунд. Ну, чел там на Зевсе будет, я забаню его из Зевса и просто этого Лондроида, и все. Там Федя на пуджи, Федя на пуджи ебашит миди. Он весь стример 2, позапрошлый, ему пуджа отдавали, он идет, типа, вангвард. Да, и как бы его пуджа, как будто я не боюсь, я за просто, он просто, наверное, тульту уже будет полезен. Ну да, есть такое. ДК уберут стопудово, я вам базарю. А ФП у кого? У них. Он сам на ДК может попасть. Осталось на реке этот фрик играть. Осталось 5 секунд. Ты не знаешь ни позиции Ростика, ни истории их взаимоотношений с Никсом, ни разговора Ростика и Оргов, но уже называешь его куском говна. Кусок говна здесь ты, еще и тупой. Не благодари за 200 блей. Ну, видимо, без тимбера. На селедке, видимо, играю. Я боюсь, что-то-то. Очередь противника выбирать героя. Ну, у меня фантомка или снайпер, по идее. Мы снайпер на флекс можем взять сразу же, на 89. ДК ФП, спиздили. А, на вайпере у нас их. Мне не нравится. Лучше шейкер это... Я вайпером могу пойти. Это хуйня. Это отсос сразу будет появляться. Олег тоже на шейкере бы здесь играл бы. В ДК на миде шейкером вообще впадло. То есть, смотри, у меня есть в этой игре... Мне кажется, это трепоз. Ну, вообще, тем целом, горю. У меня есть шейкер, слордар, снайпер, вайпер, зевс в бане. Ну, вот те четыре героя у меня есть. Мы не можем снайпера, шейкера взять? Или хуйня он? Ну, снайпер это... В случае, если фантомка в бане, я бы идеально на фантомке бэггерал. Мне нравится, тени вайпер какой-то. А вайпер какая позиция? Тройка. Тройка. А ты играешь без вайпер? Короче, гоу тени вайпер, если котла опять разкачаем. Типа я просто карту раскачаю. Не, давай без котла. За май закинь еще 200 рублей. Скажи, сколько тебе лет. Ставлю маму твою, что тебе не больше 16. Не нахуй, но не котл. Чем? Тени вайпер, все они могут взять, пашку могут взять, снайпера могут взять, да? В мид. Вообще, как будто ты можешь сразу, если честно, взять, блять. На гоу тени снайпера возьмем просто и все. Нечем же закрывать снайпера здесь. Ну я говорю по... Спасибо, за 200 еще за 200. Спасибо большое еще. Как играть на снайпере в ПА? Ну гоу тени вайпер тогда берем. Вы забейте, это троллит, ребят, не может человек настолько тупой будет. Это просто троллит, прикалывается. Развлекает вас, по сути, за 200 рублей. Он платит свои 200 рублей, чтобы вас развлечь. Это дорогого стоит. Хороший человек. Так, что Настюха болеет, короче. У меня за это настроение нет. Думаю, уф. Да не факт. Ну, сейчас посмотрим еще, да. Еще не факт. Вупсень, на вупсень прикольно. Мне понравилось. Но, конечно, начало... Я немного не понял. Мы поняли, что это надо байтить. Я байт. Чуть поздно прыгнули, как будто бы. Я год назад на это поиграл. Давай, переехать... Тул, находите, зарвало 400 рублей. Да, ребят, тут нет хейтеров. Тут все уже рофля сидят. Ну, хотя я смотрю, что он пикнет. Если он какой-то хуйню пикнет, сыграет. Это же специальный человек. Он как бы даже не троллит. Он просто прикалывает, чтобы вас повеселить. Он шутит. Очередь противника выбирать героя. Не хочешь на пудж в топоте? Пэлла, фрелиния. На стримы в мае. Да есть там определенные планы. На пудж не хочешь топоте в пэлла? Фрелайн стине у вас. Осталось 10 минут. Так. Иди хилю Настю. Да, блин, проблема в том, что делать-то нечего. Что-то болит под правым ребром, там где печень. Она говорит, жмет, давит и болит. У меня, если честно, периодически это вообще. У меня же вот болит просто по кадетам. То я отлежу, то еще что. Но когда у Насти что-то болит, я просто, я, ну, типа, хоть скорую хочется вызывать просто сразу же. А вовсе не будто фокус Свена был лишним. Ну, мне надо было в него плюнуть и не давать ему играть, мне показалось нормальным. Ну, у меня просто не, у меня стан какой. Я просто, типа, хочу, чтобы стан был. Или я просто... Тени у тебя будет. Ну, ок, сейчас посмотрим, что они пикнут. Ну, сейчас, подожди, надо сейчас аккуратно, потому что, либо мы должны... Я не знаю, что, вот, шейкере, между ты не играешь, что... Скорую вызывать никогда не лишнее. Ну, да нет, там не настолько, как будто бы критичная ситуация, просто болит. Просто человек. Они не возьмут уже пашку эту. В смысле? Ну, ни кири, поэл, нас не пашку, братья. Пока у нас уже, все равно, у нас уже нету альтернативы чатру. Надо посмотреть, что они воруют просто начали. Мы же просто кора берем уже. И под ребром. У невралгии, это, ребята, в ребре, а не под ребром. Мы не можем жить, кирамид, говорить, он нас живется вот такая нереальная. Так, ладно. Короче, на этом фоне оффы, пойду, я не знаю, типа, подуют, что ли. Давайте в Дангарах останем. Спасибо, ребята, за то, что смотрели. Спасибо большое вам. Спасибо за то, что болели. Сегодня был достойный день, хороший, в принципе, приятной компанией. И было все здорово. Все, приходите на стримы, подписывайтесь на телегу. И там я дам всю информацию. На этом я оффаю. В принципе, турнир классный, Б2 огромное спасибо. Надеюсь, повторим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok